МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я ее ведущая Евгения Артанж. Оставайтесь с нами. Мы расскажем о самом интересном из мира автомобилей. Сегодня в программе. Завтрак за рулем, переоборудование авто и открытие подкатегории. Эти темы затронет рубрика «Юридический ликбез». Автострахование. Кому не положены выплаты? Разберемся вместе с юристом страховой компании «Виктория». Рубрика «Автомагазин» тестирует китайскую автоновинку «Лифан Солана-2». Комментарии от эксперта. Популярный диетический продукт с пониженным содержанием жира или советский мясной полуфабрикат для жертв голодания. Колбаса докторская на дегустации в народной закупке. Как сэкономить время? Многие водители решили для себя этот вопрос просто. Они экономят на завтраки. Не жертвуя им, а делая это прямо за рулем. Сеть пестрит подобными роликами. Насколько это небезопасно, объяснять, наверное, никому не нужно. Да и удовольствие от такого завтрака, на мой взгляд, весьма сомнительное. Алия на сайте allow.kz задает нам такой вопрос. Водителю запрещается на ходу пользоваться сотовым телефоном, так как обе руки должны быть на руле. А как такая ситуация, спрашивает Алия. Водитель курит за рулем, одной рукой управляет, другой держит сигарету. Или завтракает за рулем. У Алии вопрос. Он ведь тоже отвлекается от управления. Разве не нарушает правила вождения? Очень хороший вопрос, совершенно верно. Данный вопрос подтверждает то, что наши правила еще далеко не совершенны. То есть, когда разрабатывали пункты правил, не продумали все возможные ситуации. Создатели правил думали о том, что водитель должен управлять транспортным средством двумя руками. То есть, руки должны быть на руле. Нельзя отвлекаться завтракать, курить и так далее. То есть, руки должны быть на руле. Но это в законе не прописано. Сказано только, что пользоваться телефоном. Поэтому, если там написано сотовым телефоном, а он держит булку, то, конечно, его наказать за это невозможно. Особенно водители автобусов. Можно даже видеть, что он везет людей и на ходу завтракает. Водитель автобуса, перевозящий большое количество пассажиров, тем более должен соблюдать правила. Руль нужно держать руками, не отвлекаться от управления на другие действия. И еще тут сказано про курение. Курение за рулем многократно опасно. Опасность в том, что если окно приоткрыто, и пепел с сигаретой попадет водителю в глаз, то это уже явная предпосылка к аварии. Кстати, таких случаев множество. Ветер, как говорится, искра в глаз, и он попадет в аварию. Поэтому курить за рулем – это очень дурной тон. Сегодня к нам в программу пришел вопрос от водителя из города Рудного. Он пишет. У меня автомобиль «Форд Эскорт» – сидение на защелках. Я ехал домой из России, сложил эти сидения и положил груз. Меня оштрафовали за то, что я якобы переоборудовал свой автомобиль. Просит водитель из города Рудного прояснить ситуацию. Дорожные полицейские в данном случае абсолютно неправы. Даже по вопросу видно, что если на транспортном среде сидения прикреплены кузовы при помощи защелок, значит, завод-изготовитель предусматривает это для того, чтобы водитель мог легко их снять, сложить и погрузить туда груз в случае необходимости. Имеется в виду, полицейские привлекли его к ответственности за то, что бывает случай, когда с газелей сидения прикреплены болтами, то есть стационарно, и сидения снимаются, задний ряд сидений, там несколько рядов, и туда загружается груз. В данном случае это и есть переоборудование транспортного средства. Я напомню, что такое переоборудование. Снятие предусмотренных технической характеристикой приборов в данном случае в сидении и установка непредусмотренных технической характеристикой завода-изготовителя считается переоборудованием. В данном же случае запрещается снимать сидения, когда они стационарно прикручены. Имеется исключение в этом случае, когда они на защелках, сидения снимать можно. Поэтому полицейские не правы, и данные нарушения, и данный штраф можно оспорить, установлены в законном порядке. Вопрос с сайта allow.kz. При открытии под категорией B, E, C, E в районном ГАИ с Николая водители из города Кустаная потребовали справку с места работы, подтверждающей водительский стаж. Николай временно нигде не работает и открывает категорию, чтобы возить на автоприцепе катер. Он спрашивает, где же взять ему такую справку и законно ли такое требование? Ответ прямо сейчас. Однозначно сотрудник РЭПа, регистрационно-экзаменационного подразделения, требующий данную справку, не прав. Потому что согласно приказу министра внутренних дел 862, пункт 77, справку с места работы, подтверждающей стаж, необходимы для открытия категории C, D, D1, трамвай и троллейбус. Под категорией C, E и B, E такая справка не требуется. Для открытия под категорией C, E и B, E, главное условие должно быть стаж, водительский стаж, не менее 12 месяцев. Поэтому документом, подтверждающий стаж не менее 12 месяцев, дает дата выдачи водительского удостоверения. То есть по дате выдачи, если стаж есть более 12 месяцев, он может открыть категорию, и справка такая не требуется. Обращайтесь в МВД или в ДВД с жалобой. В современном мире у каждого четвертого человека есть автомобиль. Движение в городе настолько активное, что случаи ДТП увеличиваются с каждым годом. Для того, чтобы решить проблемы с возмещением ущерба в пользу пострадавших стопроцентно и гарантированно, существует автомобильная страховка. Законом предусмотрена такая статья, это отказ в проведении страхового возмещения непосредственно выгодоприобретателю по некоторым случаям. Значит, непосредственно это, конечно же, так скажем, форс-мажорные обстоятельства, ядерные взрывы, война, какие-то техногенные катастрофы. Если выгодоприобретатель умышленно произвел какие-то действия, приведшие к дорожно-транспортному происшествию. То есть выгодоприобретателями у нас является непосредственно лицо, которое будет получать страхового возмещения. С умышленными действиями, согласно закону, это признаются действия, которые заранее человек предусматривает какой-то умысел в получении непосредственной выгоды от какого бы то ли ни было мероприятия. Значит, в этом случае это у нас дорожно-транспортное происшествие. Бывали такие случаи, что, ну, не в нашей компании страховой, значит, лица привлекались к уголовной ответственности именно за, так скажем, непосредственную сценировку самого дорожно-транспортного происшествия. То есть это, так скажем, уже мошенничество. Еще одним из пунктов по проведению страхового возмещения это является то, что непосредственно сам виновник выплачивает сумму страхового возмещения лицу, которое, так скажем, пострадало. То есть автоматически он становится ВГД-приобретателем. То есть в таком случае страховая компания, она отказывает именно непосредственно пострадавшему. Но ВГД-приобретателем может являться, то есть лицо возместившее, если он захочет, тогда он становится автоматически ВГД-приобретателем. Но это уже по воле сторон. Еще одним из пунктов в этой статье использование транспортного средства непосредственно на спортивных, например, состязаниях, соревнованиях, потому что вот именно данные случаи использования транспортного средства в спортивных соревнованиях, они не застрахованы. Страховая компания может отказать в проведении страхового возмещения, если транспортное средство пострадало при погрузке либо выгрузке. Ну, то есть это все понятно, да? Если, например, где-то ставили на эвакуаторы, либо на платформы, значит, либо вагонные платформы, либо автоплатформы. Здесь вот если происходит, так скажем, обрушение транспортного средства, это уже не считается дорожно-транспортным происшествием, страховая компания, естественно, может отказать. Бывает такое, что в транспортных происшествиях, непосредственно в самом транспортном средстве, находятся какие-то ценности. То есть груз, да, это деньги, это какие-то ценные бумаги, это драгоценности. Вот такое-то тоже, то есть если пострадало не само транспортное средство, а именно в дорожно-транспортном происшествии, ну, может быть, там, я не знаю, вылетело, да, что-то из машины. То есть вот это тоже страховая компания, она не возмещает такие убытки. И, значит, немаловажный пункт то, что непосредственно сам выгодоприобретатель, ну, либо лицо, так скажем, пострадавшее в дорожно-транспортном происшествии, в определенные сроки они должны обратиться в страховую компанию для того, чтобы страховая компания провела оценку нанесенного ущерба. По новому законодательству человек обращается к нам с заявлением, и у нас есть 10 дней для проведения, так скажем, оценки. Вот если выгодоприобретатель не обратился в страховую компанию, именно с заявлением о проведении осмотра. А без страховой компании он решил вдруг отремонтировать транспортное средство. И потом он, вспомнив о том, что, значит, он, так скажем, потратил большие средства на ремонт своего автотранспортного средства, он решит прийти в страховую компанию и сказать, что ему должны выплатить. Здесь вот именно по этому пункту мы можем отказать в проведении страхового возмещения. А еще автовладелец может остаться без выплаты ущерба по вине неплатежеспособной страховой компании. К примеру, в Российской Федерации на сегодняшний день каждый десятый полис поддельный. А это значит, в случае ДТП каждый десятый ничего не получит. Будьте внимательны и выбирайте надежную компанию. Страховые компании предлагают скидки, предлагают меньшую сумму. У нас ставки по Казахстану установлены единые, да и в России также единые. Государством просчитано, чтобы страховые компании не были в убытке и в случае чего, чтобы автовладельцы не остались без защиты. И когда на сегодня говорят, мы дешевле страхуем на 20%, на 10%, какие-то подарки дорогие предлагают, я думаю, это неправильно по ним выбирать страховые компании. Страховые компании надо выбирать по тому, насколько они находятся на рынке, по тому, как они обслуживают, как они подходят своим клиентам. Есть, естественно, нормальные скидки, которые даются участникам войны, пенсионерам. Это скидки, которые дает государство. Клиенты должны понять, что все-таки бесплатный сыр в Мышеловке только бывает такой. И то, что они раздают, это их деньги. Страховые компании живут, еще раз повторяю, за счет взносов наших клиентов мы живем. И поэтому и надо, чтобы к их деньгам страховые компании относились бережно, накапывали на тот случай, на который они предназначены. О страховых компаниях можно узнать на сайте. В Национальном банке, там есть специальный сайт, и там все страховые компании представлены. Если вы обратите внимание, автовладельцы, на то, что какой резервный фонд, какие активы этой страховой компании, какие выплаты, и вы можете понять, что эта страховая компания надолго и надежна. Я благодарю своих клиентов, Виктории, которым много лет, в течение 20 лет, те организации, которые доверяют нас, тем клиентам, которые с нами работают. Мы стараемся оправдать доверие своих клиентов и всегда в трудную минуту быть с ними рядом. Уверенность в будущем, честность, надежность. Для нас это не просто слова. 20 лет успешной работы, лидерство на страховом рынке Казахстана, стабильный рост и гарантии выплат – это наши принципы. Страховая компания «Виктория». Победа над случайностью. Китайский автомобиль «Лифан Солана» совсем недавно смогли приобрести и по достоинству оценить многие кустанайцы. И вот уже новинка 2016 года – «Лифан Солана 2». Тест-драйв автомобиля – прямо сейчас. Дорогие друзья, всем ни хау. Компания «Автодом» всех приглашает на прудный заезд-тест-драйв нового «Лифан Солана 2». И сейчас мы вместе с вами можем оценить качество и комфорт данного автомобиля. Прокатимся по кустанаю. Продолжение следует... Новый «Солана 2» – это не просто рестальник знаменитого «Лифан Солана». В этом автомобиле учли все современные тенденции автомобильного рынка, которые можно описать в нескольких словах. Это, наверное, дизайн, интерьер, эргономика, комфорт и безопасность. У него теперь новая современная оптика, диодовые ходовые огни, очень агрессивная решетка радиатора. Зеркала заднего вида оборудованы дополнительными указателями поворотов. Двигатель «Лифан Солана» остался прежним. Это 1,5 мотор, 16-клапанный, рядная четверка, 103 лошадиные силы. Особое внимание хотим заострить на подвеске автомобиля. Это в заднем у него торсионная балка стоит, которая придает упругость автомобилю при его ширине, длине автомобиля. Дисковые тормоза, все четыре, все системы активной безопасности тормозов. То есть, это система ABS, естественно, система EBD, перераспределение тормозных сил. Данная подвеска позволяет мягко глушить все неровности дороги. То есть, элементарные лежачие полицейские, то есть, это элементарные бордюры, которые переезжает наш седан. В данном сегменте управляемость данного автомобиля, я считаю, одна из, наверное, самых интересных. То есть, за данную цену, которую предлагает сейчас «Лифан», электроусиление руля. Очень легкая настройка усилителя руля, позволяет комфортно управлять автомобилем как в городе, так и за городом. Для удобства водителя и безопасности «Лифан» «Солана-2» оснастили многофункциональным рулевым колесом. Никого из автолюбителей не оставит равнодушным большая мультимедиа с навигацией и сенсорным экраном. Камера заднего вида также проецируется на данной мультимедии. Данная мультимедийная система позволяет проигрывать практически все форматы медиафайлов, а также имеет выход в интернет. В стандартный пакет опций «Лифан» «Солана-2» входит 4 стеклоподъемника, электроусиление руля, зеркала с подогревом и электроприводом, кондиционер, центральный замок радиоуправляемый с ключа с доводчиком стекол. Самой полной комплектацией получить кожаный салон, мультимедиа, навигация, камера заднего вида, парктроники задние, многофункциональное рулевое колесо, то есть у автолюбителей называется «Мультируль». Приглашаем всех на тест-драйв в компанию «Автодом». Ощутите на себе комфорт и возможности нового «Лифан» «Солана». Колбаса – докторский диетический продукт с пониженным содержанием жиров. Разработан в СССР в 30-х годах под руководством Анастаса Микояна. Колбаса предназначалась для лечебного питания больных с соматическими признаками последствий длительного голодания. И хотя сейчас голод нам не грозит, колбаса по-прежнему популярна. Перекусить быстро и сытно, добавить в салат или же сделать вкуснейший бутерброд – все это возможно, если на полке вашего холодильника хранится колбаса вареная докторская. Как относится к продукту с таким медицинским названием кустанайцы, узнаем из нашего опроса. Ну, а с вами я докторскую беру на салат. Ничем не есть. А ковченую мы берем обычно ездить. Докторскую? Почему докторскую? Светки, кто играет. На вкус и цветки, говорят. Нет. Потому что однажды я посмотрел передачу с участием режиссера Соловьева. Его мама была в свое время, в советские времена, заведующей рестораном. И вот как-то однажды она ему сказала, пойдем, я тебе покажу, сынок, что там творится с рубленым мясом. С тех пор он ест только натуральное мясо. Все. Я последовала его совету. Докторскую. Все любим. А почему докторскую, папа сказал? Чтобы не болеть, да? Да. Из вареных колбас какую предпочитаете? Докторскую. Почему докторскую? Потому что она вкусная. Как бы ни были противоречивы мнения о полезности колбасы вообще и докторской в частности, это востребованный мясной продукт. Все, что пользуется спросом, седьмая передача дегустирует в супермаркете Астыгжан. Дегустаторы, народное жюри, обычные покупатели. За право называться самой вкусной докторской колбасой сегодня поборются шесть производителей всей из Кустанайской области. Как обычно, каждому мы присвоили номер. Номер один достался компании БАМ, поселок Затобольск. Номер два у докторской от Двуреченского, также поселок Затобольск. Номер три достался колбасе от Разумовича. Четыре у изготовителя Карасуед. Пять это докторская от компании Особо, Денисовский район. И номер шесть город Кустанай, колбасный цех, фаворит. Проголосовать кустанайцы могут только за одного претендента. Как вам номер два? Ну, получше, чем тут. Семь за пять. Почему номер пять? Она более весная такая, вкуснее. Почему номер один? Вкусная колбаска. Похожа на докторскую? Да, похоже. Мне больше понравилась вот эта, вторая. Мне вот тоже пока вторая. Вот эта вот сильно соленая, пятая с пряностями, шестая какая-то кислая. Вот эта самая вкусная. Номер два. За какой номер голосуете? Один. Почему один? Она вкуснее. На докторскую похоже? Да. Пожалуйста, вот бейте бумажечку и голосуйте. Ты колбасу кушаешь часто? Да. Нравится? Купаю. Давай, номер шесть теперь пробуй и говори, за кого ты будешь голосовать? За номер два. Номер два почему? Потому что вкус немного меньше. Соли много. Это номер четыре. Здесь тоже куришки. А в Докторской не должно быть, да, вот таких пузырьков воздуха? Мне не нравится, на франции, да, воздух в Докторской. А на вкус? Давайте, берем. берем. Типа как резинка, что ли? И номер шесть. Подождите. А, какая-то разваливается. Мне понравилась вторая. Вторая. Номер два почему? Ну, это ближе к докторскому, да, к вкусу. Третья была вкусная. Третья, номер три, да? Народная закупка могла бы поспорить с авторами утверждения о количестве людей, их вкусов и мнений. Дегустаторы сегодняшней колбасной баталии были практически едины в своем мнении и вкусовом предпочтении. Дегустация завершена. Подсчет голосов и результат, который в этот раз бесспорен. Итак, победителем сегодняшней народной закупки становится колбаса докторская под номером два от Двуреченского. Поздравляем изготовителя. С мобильным приложением Астыкжан вы можете совершать покупки, находясь где угодно и когда удобно. Мы доставим заказ вовремя в любую точку города. Теперь вы точно не пропустите наши акции и самые выгодные цены. Все ваши чеки сохраняются, а бонусная карта всегда под рукой. Скачайте мобильное приложение Астыкжан прямо сейчас. Ощутите новый уровень комфорта. На этом все. Увидимся ровно через неделю в следующую пятницу на телеканале АЛАУ. Все выпуски седьмой передачи на сайте алау.кз и в ютюбе. Пока! Наш партнер супермаркет Астыкжан. Установите мобильное приложение от Астыкжана. Закажи товары на дом. Наш спонсор страховая компания Виктория. 20 лет на рынке страхования. Нас поддержал Автодом Моторс КСТ 500 205 Наш Аминь. Аминь. КСТ